МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 27 тысяч вольт через подростка. Почему рыбалка под дождём в Крымске закончилась в реанимации? Будут разведчики, морская пехота будет, пехота обыкновенная, но НКВД. Самый главный праздник. Как на Кубани готовится к шествию бессмертного полка? Очень важно, чтобы каждый житель нашего края был активным помощником пароакадеминых органов. Прогнозировать и не допускать конфликты. В Астрахани обсудили вопросы террористической и энергобезопасности. В любой момент может произойти экологическая катастрофа. Как на вулкане. Жители Белоглинского района полтора года были в опасности, сами того не ведая. Мы не просто об этом говорим, но мы ещё и что-то способны создать. Обсудили проблемы и лес посадили. Кубанские журналисты в свой профессиональный праздник отложили на время ручки. Вообще не ожидал. Я на себе пришёл. Встречали как героя? Данил Плужников после оглушительной победы в «Голосе» вернулся в родной Сочи. Вы смотрите «Вечерние факты». Здравствуйте. Расскажу о главных событиях дня. Подросток выжил после сильнейшего удара током. ЧП произошло в Крымске. Как сообщили в транспортной полиции, юноша вместе с другом сегодня под дождём ловили рыбу железнодорожного моста. В какой-то момент удочка одного из них попала в электромагнитное поле высоковольтной линии электропередачи. Через тело мальчика прошёл заряд в 27 тысяч вольт. Это равно примерно одной трети мощности грозовой молнии. Подросток с обширными ожогами в тяжёлом состоянии находится в городской больнице Крымска. Известно, что он приехал из Тамбовской области в гости к бабушке. Грузовая «Газель» сегодня перекрыла часть улицы Дзержинского в Краснодаре. Авария произошла в районе спортивной арены «Баскет-Холл». На оживлённой дороге столкнулись соотечественные грузовики и ВАЗ 14-й модели. Удар оказался настолько сильным, что «Газель» прокинулась на проезжую часть. У легковушки оказался помятым капот. По предварительной версии, виновник ДТП – водитель фургона. Он попытался пойти на обгон. По данным автоинспекторов, никто не пострадал, а вот остальным участникам движения пришлось постоять в пробке. Ну и прямо сейчас узнаем о дорожной ситуации, где уже есть пробки и как их лучше объехать. Смотрим на карту. Итак, обстановка привычная для этого часа. Красных зон немало. Дорожные трудности поджидают водители в центре кубанской столицы. На Красной, Тургеневой и на 40-летие Победы. А в сторону Комсомольского микрорайона пока ещё не проехать быстро. Загружена Сормовская. На Уральская пробка растянулась до Симферопольской. В этом районе ещё и две аварии затрудняют проезд. На Сормовской затор собирается в самом начале улицы. От развилки на Старкубанской тянется до Первомайской. Этот участок машины проезжает на скорости не больше 7 км в час. Немного потесниться приходится и на Первом северном мосту. Верниться из центра продвигается очень медленно. Но только до передовой. Дальше по Филатова, Ялтинской и Селезнёву движение идёт без помех. Улица от Дзержинского, как всегда, загруженная в районе авиаградка. В сторону центра потоки продвигаются совсем не быстро. Средняя скорость 10-15 км в час. Задержка в пути составит минут 10. Теперь проверим обстановку на Красных партизан. Интенсивное движение можно наблюдать в сторону Лукьяненко. Скорость потока в этом направлении опускается порой до 15 км в час. Сочинским автомобилистам придётся немного задержаться на развилке Воровского и Несепрской. Обстановка тут неспокойная. Улица загружена транспортом. Без остановок проехать, наверное, не получится. А туапсинским водителям не проскочить быстро в Ядук на Сочинское. Тут привычная для этого час пробка. Но сегодня она не такая большая, как обычно. И вскоре на мосту станет гораздо свободнее. Краснодарских автомобилистов хочу предупредить о заторах на Суворово и Тургенево. Там до 8 баллов по Яндексу. А самая крупная пробка сейчас держится на Уральской от Ялтинской до 1 мая. На проезд этого участка понадобится минут 40. А может и больше. По итогам дня самой продолжительной по времени стала пробка на Красной от Горького до Офицерской. Она продержалась больше трёх часов. Такие сегодня дорожные новости. А мы продолжаем выпуск. Энергобезопасность на юге страны стала одним из важных вопросов Совета безопасности. Обсуждали его сегодня в Астрахани, куда приехал секретарь Совбеза России Николай Патрушев и руководитель регионов ЮФО, в их числе и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Участниками заседания также стали представители федеральных ведомств Следственного комитета и прокуратуры. По мнению Патрушева, энергетическая система округа сегодня недостаточно защищена. Основные угрозы энергетической безопасности округа обусловлены высоким износом основных производственных фондов и отсутствием необходимых инвестиций для их масштабного и своевременного обновления. Износ в электроэнергетике составляет от 60 до 90%. На повязку Совбеза вынесли вопросы в профилактике терроризма. Николай Патрушев потребовал скорректировать специальные программы Южного федерального округа, уделив особое внимание прогнозированию конфликтных ситуаций. В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани уже накоплен богатый опыт в этом направлении. Принятые профилактические меры позволили обеспечить безопасность важных международных, спортивных и политических мероприятий. И сегодня эта работа носит системный характер. Мы Южный регион, мы регион, который обязаны принять традиционно 10 миллионов отдыхающих, а в этом году ожидаем еще плюс 4 миллиона. Поэтому энергобезопасность и антитеррористическая безопасность, сегодня она у нас задача номер один. И понимание того, что, конечно, находится в плоскости ответственности правоохранительных органов, безусловно, но также и в плоскости ответственности самих жителей. Понимание того, что все вместе мы сохраним мир на Кубани, должно быть в понимании у каждого жителя нашего края. Очень важно, чтобы каждый житель нашего края был активным помощником правоохранительных органов. То есть только вместе, в единстве, мы сможем обеспечить мир и спокойствие в нашем регионе. Рассматривались вопросы и взаимодействия правоохранительных органов, специальных служб для того, чтобы предотвратить любые попытки дестабилизировать нашу обстановку. В том числе выработан алгоритм взаимодействия, направленный на создание условий безопасной жизни. В том числе ориентированный на необходимость патриотического воспитания. Что касается обеспечения энергобезопасности на Кубани, то нагрузка на сети возрастает с началом курортного сезона. Чтобы обеспечить подачу электричества в аварийных ситуациях, подготовлены 102 резервных источника энергоснабжения общей мощностью почти 11 тысяч киловольт. Кроме того, по словам Вениамина Кондратьева, сегодня заключены соглашения с подрядными организациями о сотрудничестве при восстановлении электросетевых объектов. 10 миллиардов рублей на улучшение российских дорог. Такую сумму поручил направить премьер-министр Дмитрий Медведев в регионы и средства, собранных системой Платон. Когда начнется ремонт, знает Денис Сидоров. Привет, Денис. Рассказывай. Здравствуй, Вероника. Для начала Минтранс должен составить план работ. Сделают это до 12 мая. Специалисты посчитают, сколько необходимо стройматериалов, какая техника нужна, и только после этого отдадут на подпись главе Кабинета Министров. Предполагается, что деньги пойдут в те регионы, где дороги самые плохие. А Кубань к ним относится? Пока не знаю, но по крайней мере Краснодарского края не было в черном списке субъектов, который на прошлой неделе озвучил министр транспорта России. Максим Соколов назвал критическим состояние дорог в северных регионах и в средней полосе России. Ну а сейчас расскажу о других новостях страны и мира. 13 человек погибли и более 50 пострадали в ДТП в Индии. Авария произошла, когда водитель автобуса пытался избежать столкновения с мотоциклом. Шофер потерял управление, в результате чего машина с пассажирами в салоне рухнула с небольшого моста и несколько раз перевернулась. Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят лишился места в «Рэдбул». Сегодня такое решение приняли в руководстве команды. После неудачного выступления в Сочи Квята отправили в молодежную Тора Росса, с которой он и начинал свой путь в королевских гонках. В руководстве «Рэдбул» пояснили, что Даниил сможет вернуться после того, как восстановит форму и покажет свой потенциал. А место Квята займет 18-летний голландец Макс Ферстаппен. Впервые сразу три российских вуза попали в сотню самых престижных учебных заведений мира. Это Московский и Санкт-Петербургские государственные университеты и Московский физико-технический институт. По версии британского журнала Times High Education, МГУ в рейтинге на 30-м месте. СПБГУ в группе с 81 по 90-е, а МФТИ расположился в последней десятке. В прошлом году этот рейтинг включил только два российских вуза – Московский и Питерский госуниверситеты. В Китае родился мальчик с 31 пальцем. 15 на руках и 16 на ногах. Сейчас родители необычного малыша собирают через интернет деньги на операцию. Сделать ее нужно до года. Чтобы удалить ребенку лишние пальцы, необходимо около 30 тысяч долларов. Помимо ампутации, врачам предстоит создать заново большие пальцы, которых у ребенка нет. К слову, мать мальчика также страдает многопалостью. У нее по 6 пальцев на руках и ногах. И напоследок. Тебе, Вероника, и нашим телезрителям советую загадывать сегодня ночью самые заветные желания и побольше. Они все рискуют сбыться. Я такую возможность точно не упущу. А в чем волшебство? Дело в том, что ночью астрономы прогнозируют настоящий звездный дождь. Сегодня наступит пик активности метеорного потока «Майские аквариды». Наблюдать его можно в восточной части неба. Максимальная активность наступит в 23.00 по Москве. Будет видно до 40 метеоров в час. Наиболее благоприятные условия наблюдения за звездопадом – за городом, вдали от ярких огней. С каждым днем активность звездопада будет постепенно снижаться, но наблюдать космическое явление можно будет до конца мая. Денис, спасибо. Денис, спасибо. А вечером в Анапе пройдет концерт. Там выступят творческие коллективы города-курорта. В конце праздника в небо запустят фейерверк. Нет в России семьи такое, где не памятен свой герой. С каждым годом участников Великой Отечественной войны остается все меньше и меньше. Но наш гражданский долг – помнить о них всегда. В 71-ю годовщину победы над немецко-фашистскими захватчиками миллионы россиян выйдут на улицы и пройдут в рядах бессмертного полка. К акции, конечно, присоединятся и жители Кубани. Со мной в студии моя коллега Анжелика Ефимова. Анжелик, сколько наших земляков примут участие в шествии 9 мая? Организаторы планируют, что в этом году в рядах полка пройдут почти полмиллиона жителей Кубани. Дочери, сыновья, внуки и правнуки пронесут фотографии своих героев и тем самым поведают нам истории участников Великой Отечественной войны. На мой взгляд, каждая из них неповторима и трогает до слез. Пока я готовила свой материал, честно говоря, сердце сжималось. А те, кто подарил нам меры, те, кто помнит подвиги, в моем материале. Семейная реликвия. Сколько лет вот хранится, руки не поднимаются выкинуть. Ровесник войны. Старый, потертый чемодан. Не просто вещь. Его хозяин Дмитрий Третьяков. В годы войны он служил политруком на бронепоезде, рассказывает дочь Лидия. Судьбоносная остановка для него произошла под Ленинградом, когда началась блокада. За пару часов до отправки из состава на перроник Третьякову подбежала женщина. Она умоляла вывезти из города ее 16-летнюю дочь. Она бросилась к нему в ноги, встала на колени, ухватилась за ногу, говорит, я не отпущу, пока не согласитесь спасти мою девочку. Он решил, все, что было в чемодане, вынул. А девочку каким-то образом посадили в этот чемодан. Тайком Дмитрий Третьяков перевез девочку под Киров, а сам поехал воевать в Сталинград. Там его и догнала фашистская пуля. Дмитрия отправили в госпиталь. Уже туда пешком пришла та самая девочка, которую он вывез в чемодане. А после войны она вышла за него замуж. Та сама девочка, мать Лидии Демидовой. Поэтому чемодан и хранят как реликвию. Мать еще при жизни всегда говорила, сжечь его, сжечь. А отец говорит, ну пусть еще постоит. Как память хранят и фотографии с наградами свекра Лидии Дмитриевны. Иван Яхно тоже прошел всю Великую Отечественную. А отличился уже в 44-м, в наступательной операции под Выборгом. Он прополз по минному полю, занял пушку и развернул ее в сторону врага. Оборону финнов прорвали. Эти истории только уже в портретах пронесут в бессмертном полке правнуки героев. Я уже не впервые участвую. Я уже четвертый раз иду. Из моей школы очень много ребят идет. Возглавит бессмертный полк патриотический клуб «Святослав». Сейчас здесь готовятся к главному празднику страны. Чистят оружие, винтовки и пистолеты, примеряют кителя. В шествии они представят форму всех советских войск. Тех, кто защищал нашу родину с воздуха, земли и моря. Будут разведчики, морская пехота будет, пехота обыкновенная, но и НКВД. Незаслуженно забытый род войск, а тем не менее именно бойцы НКВД, внутренних войск, обороняли очень стойко наш город и освобождали Кубань. Тоже на особку героя в первом ворвался 66-й полк НКВД, в котором служил мой дедушка. У меня воевал прадед по линии отца Фролов Тихон Григорьевич. Он был военным инженером и он занимался обороной Крыма. Мой прадедушка Суров Дмитрий Евстафьевич, он воевал на Супке Героев на голубой линии. Мой дед Ворончихин Григорий поднял подразделение в атаку и, соответственно, погиб. Потому что таких ходов не прощают. Великая Отечественная оставила след в каждой семье. На фронт уходили сыновья и мужья, а трехфашистов гибли матери, отцы и дети. Отблагодарить тех, кто пал и кто вернулся невредимым, можно. Достаточно помнить подвиги наших героев и передавать их из уст в устах. Анжелика Ефимова, Самир Гачаев, Кубань-24, Горячие ключи и Краснодар. А ведь первоначально акция начиналась 9 лет назад. 13-3 человек, которые прошли по улицам Тимени. Да, Вероника, теперь это миллионы людей и три десятка стран. Ведь герои есть в каждой семье. И многие из них не вернулись с войны. Недавно прочитала, что если построить в парадные расчеты столько же солдат, сколько погибло в годы Великой Отечественной, и попросить их промаршировать по Красной площади в Москве, то шествие будет длиться 19 суток. Это не считая потерь среди мирного населения. Представь. Да, ком к горлу подходит. Спасибо, Анжелик. День кубанской журналистики отмечают сегодня в крае. В этом году и исполняется 153 года с того момента, когда в регионе в середине 19 века вышла первая газета «Кубанские войсковые ведомости». Сегодня в Краснодарском крае насчитывается более полутора тысяч средств массовой информации. С праздником кубанских журналистов поздравил глава региона. Об этом Вениамин Кондратьев написал в своем твиттере. Губернатор заметил, что порой СМИ знают лучше чиновников о том, что происходит в регионе. Добавил, что это очень помогает в работе и пожелал всегда оставаться правдивыми. Свой профессиональный праздник кубанские журналисты и руководители крупнейших СМИ региона встретили не с бокалом шампанского, а с лопатами в руках. В Краснодаре «Акулы-Пера» высадили аллею в сквере возле стадиона «Кубань». Место знаковое как спортивного мира, так и для журналистов. Ведь именно возле арены располагаются две крупнейших краевых телекомпании, в том числе и «Кубань-24». В высадке молодых деревьев приняла участие и вице-губернатор края Анна Менькова, которая в прошлом также была корреспондентом. Журналисты, мы с вами прекрасно понимаем, в первую очередь это те люди, которые сегодня стоят на передовой очень много, посвящают своих эфиров, полос газетных или радиоэфиров именно теме патриотики, заботе о своем крае, о своей стране. Поэтому, наверное, сегодняшнее мероприятие – это символ того, что мы не просто об этом говорим, но мы еще и что-то способны, в общем-то, создать. Это наша работа, она каждый день работа, независимо от того, профессионально это праздник или это обычный день. Мы делаем свое дело и, ну, просто сегодня лишний раз, может быть, можем встретиться со своими коллегами, с друзьями, поговорить, обсудить какие-то вопросы. В сквере, который назвали сквером журналистов «Кубань», теперь будут расти 30 шаровых ив. Кстати, вырастили деревья в местном армавирском сохозе декоративной культуры. Это единственный питомник в крае, где выращивают лиственные и хвойные деревья. Вместе со своими старшими коллегами деревья сажали и совсем юные корреспонденты, ведущие программы «Шустрое утро» на телеканале «Кубань-24». Теперь на этой аллее каждый год 5 мая будут встречаться и обмениваться опытом сотрудники краевых СМИ. Кстати, подобные акции прошли во всех районах Кубани. Именно телевидение остается главным источником новостей для большинства россиян. Это данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Итак, узнавать о событиях в стране и мире из теленовостей предпочитают больше половины респондентов. То есть, в случае появления противоречивой информации о каком-либо событии, скорее всего, большинство поверит именно телевизионному сюжету. Вторым по популярности является интернет, причем в этом случае учитываются и информационные сайты, и соцсети, и блоги. Ну а радио, газеты и журналы практически лишились доверия жителей нашей страны. Предпочтение этим источникам дают по 3% опрошенных. Домик в деревне перестанет быть мечтой. Сегодня 50 молодых семей из разных районов края получили сертификаты на жилье. Причем собственные квадратные метры можно как купить, так и построить самостоятельно. Свидетельства вручил вице-губернатор Андрей Коробко. Сертификат получили благодаря федеральной программе развития сельских территорий. Получили документы и те, кто не имеет собственного жилья или нуждается в улучшении условий. Все они работают в социальной сфере и АПК. Мы ждали этого 5 лет. Конечно, это очень суволнительно. Поэтому мы здесь всей семьей. Потому что это для нашей семьи очень большое событие. В этом году социальную выплату на улучшение жилищных условий получат еще 87 кубанских семей. Как отметил вице-губернатор Андрей Коробко, эта программа помогает решать вопрос нехватки молодых специалистов в районах. Мы должны заботиться не только о производственных мощностях, но и о условиях жизни на селе. Поэтому для нас важно создать условия, чтобы человек в первую очередь думал о работе, а не думал, где найти угол, где найти квартиру. Федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» работает с 2003 года. За это время свои жилищные условия улучшили более 3000 кубанских семей. Праздники в засухе. Ближайшие выходные без воды проведет почти половина жителей станицы Азовская Северского района. Перебои с подачей живительной влаги там длятся уже не первый год. Но в первомайские праздники ситуация ухудшилась. Наш корреспондент Елена Сахнов выяснила, куда делась вода. Вот я вот включаю, видите, о, воды нету. Улицу Речную впору переименовать в Засушливую. Пенсионерка Анна Леоновна живет здесь уже несколько лет. И все это время с водой большие перебои. Да вообще у меня год вообще воды не было. Вот кое-когда, как уключат, напор есть, день-два, вот, умесят, раза два вода обывала. И все. Вода на вес золота в половине домов станицы Азовской. Особенно в тех, что стоят на возвышенности. Летом трубы и вовсе сухие. Спасают только личные колодцы и скважины во дворах. Эта проблема уже давно назрела. Сколько лет? Ну, это три года. Да три года мы постоянно нет воды. Вот я сейчас пошла у соседки, взяла колодцы. Это хорошо, у кого колодцы, но летом колодцы высыхают. Ведрами из горной реки. Вот так некоторым жителям станицы Азовской в 21 веке приходится добывать воду. Но пить ее нельзя. Можно использовать только для мытья посуды или стирки. До властей люди достучаться не могут. Добиваться комментария о нашей съемочной группе пришлось чуть ли не с боем. Оказалось, что глава района занят подготовкой к празднику. И сейчас ему не до страждущих от засухи. Как рассказал его заместитель, две водонапорные станции, построенные более 40 лет назад. И просто не рассчитаны на такое количество домов. Недавно в башнях установили два новых насоса. Установив эти подкачивающие станции, в прошлый летний период мы имели проблемы. Постоянно рвались трубы. Потому что насосы создают давление очень серьезное. Поэтому было принято решение, в этом году начали менять сеть. Власти утверждают, что менять необходимо всю устаревшую водопроводную сеть. Но среди местных жителей ходят слухи, что проблема не только в этом. Якобы доступ к водонапорной станции имеют посторонние люди. И насосы просто выключают. В районной администрации об этом ничего не знают. И когда все станичники получат такую долгожданную дефицитную воду, пока неизвестно. Елена Сахну, Олег Черепок, Убань-24, Северский район. Воровали черное золото. В Белоглинском районе сотрудники Краевого управления ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы. Злоумышленники похищали нефть почти полтора года. За это время успели наполнить 25 машин по 30 тонн. Незаконные врезки в магистрали были тщательно спрятаны глубоко под землей. Добычу переправляли в Ростовскую область. Там перерабатывали, потом продавали. Ущерб, нанесенный нефтяной компанией, около 9 миллионов рублей. Мало того, преступники подвергали опасности жизни людей. Если говорить о безопасности, то когда нефтепровод, расположенный вблизи крупных населенных пунктов края, напоминает дуршлаг, когда перевозка, хранение, переработка осуществляется с нарушением всех возможных мер безопасности, то в любой момент может произойти экологическая катастрофа, а в случае возгорания и взрывов возможны человеческие жертвы. Уже известно, что к нелегальному бизнесу причастны двое мужчин. Один из нашего края, второй житель Ростовской области. Возбуждено уголовное дело. Их рабочее место ниже уровня моря. Сегодня профессиональный праздник российских водолазов. Он учрежден недавно. В 2002 году президент подписал указ, и 5 мая назначили днем тех, кто трудится под водой. Как работать, когда вокруг нет воздуха, выяснила Александра Проскурина. Тишина, спокойствие, хорошо. Сейчас бы забросить удочку и наблюдать за мерным подрагиванием поплавка на спокойной воде. Или поставить мангал, развести костер, пожарить шашлыки. Думаете, сейчас буду рассказывать о 10 лучших маринадах мяса? Нет, это умиротворенное место. Предназначено для тренировки людей одной из самых опасных профессий в мире. А самостоятельно там мунирование можно надеть? А как вы думаете, молнию сзади застегнуть? Но дело не только в молнии. Без помощника ни перчатки надеть, ни нож на голень повязать. Как только спасатель облачается в костюм, он становится совершенно беспомощным под тяжестью своего снаряжения. Но только на суше. Эта тренировочная база работает несколько недель в году, весной и осенью. И главная задача всех тренировок – научиться работать в команде. Рабочий водолаз, обеспечивающий, который постоянно на сигнале, и страхующий водолаз. Вот эти три основные, без которых невозможен, в принципе, спуск. А еще очень важно быстро и правильно подготовить нужное оборудование. Водолазам приходится исследовать затонувшие морские суда и автомобили, искать тела людей, погребенные по толще ила. И спасатель всегда должен быть готов ринуться в пучину по первому сигналу. В этом ящике находится снаряжение оборудования водолазное непосредственно для выездного водолазной работы в любой момент времени. По части хранения оборудования эти люди – настоящие педанты. Зимние гидрокостюмы на одной вешалке, летние – на другой. Специальная полка для заряженных кислородом баллонов и отдельная в другом конце комнаты, чтобы не перепутать, для уже использованных. Работа водолазом – это не как вы представляете по телевизору в красивой воде, с рыбками и с какими-то кораллами спуски. Это работа в абсолютной темноте. Ил, мусор. И всё это на ощупь. Единственное, что связывает вас с берегом – это сигнальный конец, верёвка. Пока водолаз исследует дно, ему помогают коллеги – либо с лодки, которая постоянно кружит вокруг яркого буя, либо с берегом. Вот он остановился, я ему подаю сигнал один влево. Дернули два раза и по три стихи. Сейчас я у него буду спрашивать, как самочувствие. Ждём. Вот он отвечает, что у него самочувствие хорошо. Такая канатная азбука состоит из 14 комбинаций. И этого вполне достаточно, говорят водолазы, чтобы общаться с тем, кто на дне. В их работе всё чётко. Короткий вопрос – лаконичный ответ. За душевным беседом здесь не место. Да и времени на это нет. Ценой каждой секунды промедления может стать человеческая жизнь. Александр Проскурин и Евгений Кузьминов. Кубань-24. Краснодар. Кореновск. Но для кого-то подводное плавание – не призвание, а просто хобби. Если есть желание приобщиться к загадочному миру под толщей воды, расскажем, с чего начать увлекательное погружение. Артём Васенко подготовил несколько полезных советов. Начнём с того, что подводное плавание не для всех одинаково полезно. Поэтому подготовку к погружению стоит начать с посещения врача и получить разрешение на занятия дайвинга. Если вам это не противопоказано, то смело отправляйтесь на поиски специальной школы. В крае, кстати, их довольно много. Почти в каждом городе, побережье и даже в Краснодаре. Там вам и снаряжение предоставят. Основное внимание стоит уделить международным системам обучения. В любом случае, прежде чем начинать занятия, выбирайте инструктора, с которым вам будет комфортнее. Ведь в дайвинге от взаимопонимания в команде зависит очень многое. Первый этап обучения – это теоретический курс. Погружение в бассейне и в открытом море вместе с инструктором. После школа выдают сертификат, именуемый Open Water Diver. Внешне он похож на водительские права и означает, что первые навыки уже получены и можно повышать квалификацию. При первом погружении стоит помнить несколько основных правил, действующих в любой стране, на подводном маршруте любой сложности. В первую очередь, полностью проверьте снаряжение на суше и в первую минуту после погружения. Нельзя отплывать от инструктора и терять его из видимости. Не опускайтесь на большую глубину и не поднимайтесь на поверхность резко. От перепода давления можно потерять сознание. Необходимо всегда следить за временем и только наблюдать за морскими обитателями и растениями. Трогать их категорически запрещено. Они могут оказаться ядовитыми. И даже получив сертификат Open Water Diver, нельзя погружаться в одиночестве. Надеюсь, что занятия дайвингом украсят вашу жизнь и наполнят яркими красками, подарят радость и новые впечатления. Зеленым зонам быть по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в Краснодаре утвердили список зеленых территорий. Он включает в себя 83 зоны. В перечне указаны парки, скверы и бульвары, их адреса, а также площадь и целевое назначение. К первой категории отнесены Чистяковская роща, Солнечный остров, Городской сад и Парк Победы. Ко второй все остальные рекреационные зоны, на территории которых запрещено начинать капитальное строительство. По поручению главы региона такая работа проводится во всех муниципалитетах, чтобы сохранить зеленые насаждения. Исполнить мечты малышей, чье детство украло болезни, изменить их жизнь к лучшему, не так сложно. Благодаря неравнодушным жителям края и благотворительному фонду «Край добра» жизнь маленьких борцов кардинально меняется. К примеру, дети с сахарным диабетом могут не ходить на постоянные уколы. Подробнее Юлиана Шнайдер. Детство без болезненных уколов и жестких диет. Возможность жить по собственному, а не медицинскому расписанию получила маленькая Соня Варфоломеева из Славянского района. Четырехлетние девочки, страдающие с сахарным диабетом, установили инсулиновую помпу. Это стало возможным благодаря помощи неравнодушных кубанцев и благотворительному фонду «Край добра». Надеемся, что с помпой намного будет легче жить, потому что уколы каждый день колотит маленький ребёнок и болезненные процедуры. А знаешь, зачем нужна тебе эта помпа? А зачем? Расскажи мне, пожалуйста. Чтобы не болеть. «Край добра» обеспечивает аппаратами всех детей региона с тяжёлой формой сахарного диабета, которые нуждаются в инсулиновой помповой терапии. За годы работы благотворительный фонд приобрёл такие приспособления для семи сотен ребят на общую сумму более 35 миллионов рублей. Одним из них стал и Дмитрий Хамула. На протяжении семи лет аппарат помогает мальчику жить нормальной жизнью, заниматься спортом, быть активным молодым человеком наравне со своими друзьями. У меня были страхи по поводу того, как он вольётся опять в ту группу сверстников, в которую он привык быть. Но для нас с точки зрения общения, социальных каких-то моментов не изменилось ничего в худшую сторону. Так что спасибо огромное фонду и всем врачам, которые сопровождают нас на протяжении уже семи лет нашего существования с диабетом. Сейчас Дима стоит на пороге новой жизни. Впереди выпускные экзамены и поступление в ВУЗ. Подросток отдаёт предпочтение точным наукам и уже писал пробный ЕГЭ по математике. На самом деле на пробном ЕГЭ, понятное дело, волнение, стресс. И несмотря даже на то, что на пробное, у меня сахар подскочил. И, конечно же, было гораздо проще с помпой понижать его. Индивидуальная инсулиновая помпа, по словам медиков, избавляет от бесконечных уколов и позволяет ребёнку не ограничивать себя в подвижных играх, занятиях спортом и полноценной учёбе. Помогает в реабилитации занятий в школе диабета. Врачи рассказывают родителям и детям, как правильно жить с диагнозом сахарный диабет. Больные обучаются, как рационально питаться, как рационально использовать физические нагрузки, как быть в определённых обстоятельствах, когда происходит снижение глюкозы крови, повышение глюкозы крови. Сейчас на Кубани под наблюдением врачей находятся более тысячи детей с сахарным диабетом. Всем им помогает благотворительный фонд «Край добра». Если вы тоже хотите поучаствовать в их судьбе, отправьте смс со словом «Счастье» на короткий номер 7715 и любой суммой через пробел. Подробная информация о том, как и кому помочь, есть на официальном сайте фонда. Юлиана Шнайдер, Артём Васенко, Евгения Сокмаркина, Михаил Бойправ, Славинский район, Краснодар, Кубань, 24. Встретили с песней. В родной Сочи вернулся победитель шоу «Голос дети» Данил Плужников. В терминале аэропорта мальчика ждали друзья и педагоги Центра дополнительного образования, где он занимается вокалом. Ребята к приезду Дани выучили песню, которая принесла ему удачу на слепом прослушивании. Финал третьего сезона музыкального проекта вышел в эфир в минувшую пятницу. За голосенка, который выбрал совсем не детскую песню, болели миллионы. Эта победа в одночасье сделала 14-летнего сочинца знаменитым. Его талант оказался сильнее недуга. Но Данил признается, что звезду себя не считает. Вообще не ожидал. Я до сих пор в шоке. Я думал, мне главное было пройти слепые прослушивания. А дальше все как-то пошло неожиданно. От желающих сфотографироваться с юным певцом в терминале аэропорта не было отбоя. К встрече талантливого сочинца присоединились и другие пассажиры. Сейчас в планах Данила только учеба, но будущую профессию он планирует взять с музыкой. Глава Сочи сегодня встретить в аэропорту юную звезду не смог, но поздравил по телефону. А за громкую победу подарил квартиру в центре курорта. Министерство. 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 Продолжение следует...